МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татарский сабантуй блогеров, как и чем живут татарские контент-мейкеры? И почему появилась необходимость навести порядок в отечественной блогосфере? Как преобразилось ново-татарское кладбище в Казани? Меценаты помогли благоустроить святое для татар место. Виды на урожай. В районах Татарстана стартовала уборочная страда. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте! В эфире 7 дней в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Я рассказываю о своей жизни, рассказываю о родителях, который живет в другом городе. Лицензирование – это возможность государству видеть этого человека, видеть эту деятельность. Инфо-Цыганам нет, полезным блогерам – да. Какие перемены грядут в отечественной блогосфере? На малотеле 23 тысячи тонн зерна, где-то средний урожайность около 29 центнеров. Это зерно интересует и зарубежные страны. Урожай 2024, прогнозы, планы и надежды. В Татарстане идет уборочная страда. Благодаря помощи благотворителя организованы такие большие священные дела. Мы сейчас пришли и как раз удивились. То есть свежий асфальт, все здесь подобрали, стало очень красиво и хорошо. Ново-Татарское – новый облик знаменитого кладбища. Мы уже не раз в нашей программе рассказывали о трансформациях, глобальных переменах на рынке труда. Одни профессии отмирают, прежде всего связанные с рутинным или физически тяжелым трудом. Их заменяют, как правило, либо искусственный интеллект, либо роботы на его же основе. Либо универсальные специалисты, обладающие большим набором знаний и навыков. Один из наглядных примеров – журналисты, редакторы, пиарщики, копирайтеры. Некоторых из них не то, что в ближайшем будущем, а уже заменили машины, которые пишут броские заголовки к статьям, колонки обозревателей, заполняют карточки товаров. И то ли еще будет. И это, надо признать, процесс объективный и неизбежный. А вот другой вопрос, который мы также уже ставили в нашей программе – заменят ли профессиональных журналистов блогеры. И следующий на очереди – хорошо это или плохо. Конечно, для начала неплохо бы разобраться, кто такие блогеры, можно ли назвать это профессией. С одной стороны, чем плохо человек ведет свою страницу на каком-либо интернет-ресурсе, зарабатывает на этом деньги. А как быть, если эти доходы связаны с распространением недобросовестной ложной информации, обманом людей? Как распознать добросовестного, если хотите, квалифицированного блогера, а тех же инфо-цыган, которые в лучшем случае продают бесполезные знания, создают пустой информационный шум, в худшем – злоупотребляют доверием, занимаются откровенными финансовыми мехинациями и обманом? Есть еще один вопрос, который так или иначе затронул наш президент на недавнем заседании Совета по образованию и науке. Как это все так или иначе влияет на экономику, образование, тот же рынок труда? Кем грезят стать современные старшеклассники? Давайте узнаем. Провели исследования в школах, и большинство учеников старших классов кем хотят быть? Блогерами. Блогерами. Виктор Анатольевич, блогерами хотят быть, не учеными. Но, вы знаете, это все конъюнктура сегодняшнего дня. И понятно, позавчера еще хуже было. А почему, собственно, так рвутся в блогеры? Ответ, можно сказать, на поверхности. Потому что это самый быстрый и самый легкий заработок. Все мы понимаем, чтобы продавать информационный воздух, не нужно, во-первых, обладать какими-либо навыками, компетенциями, знаниями, образованием. А во-вторых, с технологической точки зрения, это практически не требует затрат. Конечно, это не значит, что в интернете нет полезных курсов и блогов. Другое дело, что их, увы, меньшинство. Очевидно, что нужно наводить порядок в этой сфере. И не только жесткими мерами, с помощью налоговых проверок, привлечением к ответственности недобросовестных продавцов бесполезных онлайн-курсов. Необходимо, чтобы и сама блогосфера стала более ответственной. Создала свое профессиональное сообщество, как его называют специалисты СРО, саморегулируемую организацию. Государство готово помочь. На этой неделе в Госдуме создали специальную рабочую группу по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы. Кто они, татарские блогеры? Чем живут и на чем зарабатывают? В нашем репортаже. Камера. Все включено? Окей, окей. You can clap, clap with me in the classroom. Мой блог – это «Лайфстайл». Спонтанно начал снимать себя. Людям понравились, значит, подписываться. Я рассказываю своей жизни. Рассказываю о родителях, которые живут в другом городе. Как живет народ, как вот вообще простонародье живет, как богатые люди живут Юмор, деревня, юмор, быт Айрате и я, дедуе! С крупным режиссером Ты что делаешь? Помидоры сажаешь А все потому, что, друзья, я родилась в Казани, я казанская Не путем, да! Татарские блогеры, кто они? Какую миссию несут или просто, как сами выражаются, ловят хайп, чтобы затем монетизировать зрительский ажиотаж? Можно ли считать блогерство профессией? В чем принципиальное отличие их деятельности от журналистской, вопросов сейчас гораздо больше, чем четких ответов И вряд ли одним репортажем мы расставим все точки над «и» Но один очевидный и объективный фактор мы просто не можем игнорировать Ведь по степени влиятельности и охвату аудитории эти люди уже сейчас сопоставимы с целыми СМИ, журналами, газетами и телеканалами Тогда возникает логичный вопрос А степень ответственности у них такая же, сопоставимая? Блогер, лар Это работа, мы работаем каждый день, мы снимаем сторисы обязательно Мы должны снимать с утра до вечера, грубо говоря, да, расты блогеры Но каждый день, да Средства массовой информации, они несут очень серьезную ответственность Установлены обязанности и журналиста, и редакции Если они допускают ошибку, искажения и тому подобное, их привлекают к ответственности, причем достаточно серьезной А с блогерами зачастую это становится невозможным В свое время именно такой посыл, нести больше ответственности, послал отечественной блогосфере и Владимир Путин Мы понимаем, что ответственность на людях, которые в этой сфере работают, колоссальна Именно потому, что контроля-то такого со стороны государства нет Но надо исходить из такой корпоративной этики и самоограничений А самих блогеров таких шагов фактически по некому самоограничению не наблюдается Тогда инициативу берет на себя государство Госдума для начала предлагает законодательно определиться с понятием блогер Раз уж это профессия Следующий этап регуляции создание отдельного кода для блогеров в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности АКВЭД Большинство опрошенных нами татарских блогеров не против самой идеи контроля и мониторинга со стороны государства как таковой Есть такие аккаунты, которые, допустим, анонимные, большое количество подписчиков Они ведут, они могут любую информацию отправить, про тебя что-то плохое написать И, допустим, такие моменты были, когда в телеграм-каналах про нас что-то писали И мне бы с удовольствием хотелось бы знать, кто это пишет А благодаря этому закону, соответственно, те группы, у которых больше тысячи человек Они должны будут регистрироваться, показывать, кто хозяин, кто ведет То есть это замечательно У нас надо прижимать, на ремне держать, потому что много сейчас блогов, которые, допустим, нецензурную брань себе так позволяют Все-таки нас смотрят дети и старшее поколение Следующая идея государства – как поприжать блогеров в ведение лицензирования По планам законодателей это позволит расчистить отечественную благосферу от так называемых инфо-цыган Продвигающих сомнительные по качеству онлайн-курсы по образованию, медицине и предпринимательству В среде татарских блогеров подавляющее большинство представителей так называемого лайф-направления То есть их контент – это рассказ о своей жизни, юмор, татарский быт Они идею лицензирования скорее поддерживают Таким образом уйдут с рынка некачественные продукты, образовательные Потому что их действительно очень много сейчас умеют, не умеют, знают, не знают Многие продают, ну вот именно обучение Оздоровительные там какие-то курсы продают по поводу похудения И что там, там простой человек не должен продавать это Естественно, должен быть лицензия, образование Нужно все-таки контент и содержание проверять и следить за тем, что ты говоришь, за тем, что ты показываешь Лицензирование – это возможность государству видеть этого человека Видеть эту деятельность, то есть получать о нем информацию Понимать, он в правильную сторону пошел или не в правильную Нет, я текст не прописываю, здесь главное просто задачи подготовить Арман Кастанян – учитель математики и заместитель директора лицея Иннополиса Он блогер как раз-таки экспертный Его профиль – все, что связано с математикой Видеоуроки, разъяснение сложных задач, помощь в обучении Есть платные онлайн-курсы Я его сделал платно не потому, что я хочу заработать, но я там не заработаю Я его сделал для того, чтобы у тех, кто хочет им пользоваться, чтобы была какая-то определенная ценность Арман поддерживает идею избавиться от инфо-цыган в блогосфере Вопрос как? Инициатива очень хорошая, вопрос просто в реализации всего этого Потому что, ну, как бы, да, условно, даже тот же самый блогер получит лицензию А потом опять, как бы, будет заниматься вот этим инфо-цыганом Татарская гармошка, песни, пряски и угощения Все в соответствии с нашими национальными традициями Но этот сабантуй в деревне Баландыш Ключинского района, конечно, особенный Это первый, как позиционируют его организаторы, татарский блогерский сабантуй Что, впрочем, сразу становится заметным после того, как в круговорот праздника То и дело врываются люди с гаджетами Марат Мефтахов, блогер с ником Марат Клубника, один из ярких представителей татарской блогосферы То ли зажигает Ага, так, поприветствую Сейчас заново Хотел бы поприветствовать нашего государства То ли, проще говоря, тупит Заново, давай Поехали Сейчас, подожди В любом случае, получается смешно и колоритно Надо отдать должное татарским блогерам Они, безусловно, люди способные и креативные У них есть своя аудитория и преданные подписчики Сейчас время определяться Как развиваться дальше Стать еще не просто смешнее и хайпове Но и полезнее для общества Государство готово не только регулировать, но и помогать Тимур Викморзин, Ленар Валиулов, Андрей Кузьмин, Ирина Свасиков Семь дней Какой главный критерий успешности и значимости блогера сейчас? Ответ снова на поверхности Конечно, количество подписчиков Должны ли быть и другие критерии, если хотите, маркеры полезности блогерства? Я считаю, обязательно Какие, можно обсуждать Но довольно точно высказался депутат Петр Толстой С которым мы не всегда бываем согласны в нашей программе И тем не менее он сказал Я с уважением отношусь к каждому из ваших подписчиков и к вам Но важно, чтобы это уважение было в обществе А для этого и в самом обществе должны произойти перемены, трансформации Они на самом деле происходят И в идеологическом плане, с момента проведения СВО, российское общество стало намного более патриотически настроенным Более зрелым И в экономике успешные примеры отдельных регионов, компаний из реального сектора Медленно, но верно меняют сознание людей И той же молодежи Что мы знали о том же бережливом производстве еще лет 10-15 назад? В основном то, что есть такая система ценностей и концепция где-то за рубежом Которая очень эффективно работает на примере того же автопрома Прежде всего, японской Тойоты Сегодня эта философия пришла к нам В самые передовые и успешные компании Но не обязательно связанные с автомобильной промышленностью И вот на этой неделе грандиозный успех Впервые российская компания, татарстанская сетевая компания Получила очень высокий серебряный уровень По бережливому производству и по производственной системе И что большая редкость, по бережливому управлению Отмечу, что наша компания единственная в России Получившая такое высокое признание Аценсея Тосио Харакири Президента Тойота Инжиниринг Корпорейшн И одна из немногих в мире Каждый день с раннего утра Обычно визит сенсея Тосио Харакири Филиал сетевой компании Начинался в 7.30 и до позднего вечера Десятки встреч, презентаций, конференций, показов Пять минут во время ожидания И каждый раз легкое волнение И при этом уверенные доклады и четкие ответы Как удивить эксперта, за плечами которого 35 лет работы техническим директором Тойоты И множество аудитов самых разных предприятий по всему миру Удивить образцовым порядком в подразделениях компании Идеальным состоянием склада Рабочего места, широкой вовлеченностью всего персонала В процессы рационализаторства Господин Харакири за эти несколько дней проверил Три филиала компании, включая казанские сети Аксубаевский РЭС, цифровую подстанцию Азина И дирекцию и центр по обслуживанию потребителей Центральный офис И ни разу даже улыбкой не выдал своих эмоций Самое большое, на что могли рассчитывать сотрудники Скромное, очень интересно Или здесь хорошо мне понравилось При этом сенсей с гораздо большей щедростью Делился своими знаниями и рекомендациями Энар Сафин из казанских сетей Презентовал тепловую карту показателей Которую тут же поспешили назвать таблицей Сафина Зеленые ячейки показателей выше целевых То есть идет перевыполнение плана Красные есть отставания Желтые показатели в пределах нормы Тосио Харакири таблица А главный формат визуализации Качества работы подразделений Очень понравился Впервые он даже похвалил докладчика И дал свою рекомендацию Также наглядно визуализировать И протокол исполнения поручений По проблемным задачам Вот, то есть у вас здесь очень хорошо видно визуально Хотелось бы, чтобы... Теперь мы, внедрив этот инструмент Можем быстро, одним взглядом увидеть Текущее состояние дел в нашем филиале То, что Харакири сам дает нам рекомендации Это мы не воспринимаем как замечание Да, мы это воспринимаем именно как рекомендации К дальнейшему росту компании Больше всего компания достигла прогресса в области визуализации управления Что очень важно и то, на что Тойота всегда обращает внимание А главное, это делается в каждом филиале Подразделении компании всеми сотрудниками Еще одно важнейшее направление Ключевое в бережливом производстве Вовлеченность персонала в процесс улучшения На языке специалистов это называется кайдзен Никому из сотрудников сетевой не нужно дополнительно расшифровывать это понятие В компании настоящий бум кайдзен предложений За 30 лет у нас подано более 160 тысяч кайдзен предложений Это каждый год на одного сотрудника приходит практически 2,5 кайдзен предложений И, значит, проектов сделано более 950 проектов Из них, больших проектов, которые являются финансовым результатом положительным Составляют более 35% которые внедрены в компании И за итог составляет 1,9 млрд рублей эффекта 1,9 млрд внушительная сумма по меркам любой крупной компании Фактически потенциальные потери, которые в результате всех этих процессов по улучшению Сетевая превратила в реальный доход, можно сказать, в живые деньги Колоссальный успех, прорыв, эффект, который достигается каждым сотрудником на своем рабочем месте Контролером Раилем Гафиатулиным из Чистопольских сетей Умело использующим мобильные приложения и другие инструменты бережливого производства в своей работе Если вот сравнивать, допустим, в процентах, то как бы выполняли работу на 100%, теперь на 200%, то есть в два раза увеличилось Начальником отдела материально-технической службы приволжских сетей Алией Гараевой Уведомление поставщика, формируется документ под названием... Мастером из Южного РЭС Казанских сетей Эльнаром Замаледдиновым Он вместе с коллегами довел свой бригадный автомобиль почти до совершенства Более 200 предметов внутри Чудо-машины и 27 кайдзенов на троих 27 кайдзен-предложений Эту машину сделала бригада воздушных линий Я являлся мастером И еще два электромонтера Южного РЭСа 27 предложений, как улучшить, модернизировать, сделать удобнее Эльнар показывает свою гордость Переносной набор предохранительный со встроенным тестером Раньше, говорит, приходилось делать несколько ходок, мороз и слякоть Чтобы подобрать подходящий предохранитель Туда-сюда сходил пару раз и все уже как бы само на ум приходит А почему бы не сделать такое вот устройство, набор вот этот? Персонал должен работать осознанно Он должен понимать свою роль в результатах компании И тогда и компания будет устойчиво развиваться И, собственно, человек будет получать удовлетворение от того, что и компания получает свои результаты И он самореализуется и самосовершенствуется Этот процесс одновременно снижения издержек и постоянного совершенствования Охватил все без исключения подразделения сетевой компании и ее филиалов И каждый старается на своем месте Внедрение эффективной двухуровневой системы управления сетями вместо прежней более громоздкой схемы Серьезно повысило надежность электроснабжения в целом При этом оптимизация не привела к увольнению персонала Нам самим приятно, что у нас получилось Потому что действительно это очень важно Действительно очень хорошее улучшение у нас пошли по оперативно-технологическому управлению Это диспетчеризация, как мы говорили, да В казанских сетях Тосио Харикири увидел реальный эффект внедрения умных сетей Уникальные технические решения, которые затем превращаются в типовые и реализуются на конкретных объектах На примере той же цифровой подстанции Азина Аудитор из Японии позже скажет Больше всего поразила вовлеченность в процесс и заточенность на результат всех сотрудников Поэтому высокий серебряный уровень компания заслужила по праву и по производственной системе И что впервые в России по бережливому управлению В России вы первая компания, получившая серебро по аудиту ТМС С точки зрения даже мировой компании, это отличный результат, и я вас с ним поздравляю Это труд каждого Труд руководителя, мастера, наших специалистов на местах рабочего класса Выстраивать вертикальные связи и столь же эффективно горизонтальные отношения Внутри подразделений между рядовыми сотрудниками Сам аудит и визит сенсей из Японии наглядно показывает, как это важно А добрые человеческие отношения преодолевают все, даже барьеры, выстроенные политиками Тимур Бекморзин и Владислав Поташников, 7 дней Продолжаем программу Масштабная кампания по уборке урожая этого года началась в районах республики Этот год для аграриев вновь не выдался уверенным И в первую очередь из-за погоды Майские морозы вызвали гибель всходов и потребовали пересева Знойный июнь также вносил свои коррективы По традиции не только небесная канцелярия влияет на структуру посевов Но и низкие цены на зерно, сложившиеся еще в прошлом году Татьяна Тимошенко о тактике и прогнозах в нашей республике Засеяна была с осени 23 года на площади 13,5 тысяч гектаров И частично, конечно, подсевалась, пересевалась Но на сегодняшний день у нас вообще убранная площадь составляет 8 тысяч гектаров На малой цели 23 тысячи тонн зерна Где-то средний урожайность около 29 центнеров Вот за этими цифрами полная расчетов, подсчетов, ожидания и часто разочарования И вновь подсчетов, ежедневная большая работа Круглый год Когда главная оценка вложенных усилий как раз вот в этих цифрах Уборочная кампания в большинстве районов только стартовала Но отчеты уже стекаются в правительство в режиме онлайн На сегодняшний день из 1 миллиона 326 тысяч гектаров Оно очень 100 тысяч гектаров Это 7,5% от плана Опоздание с уборкой на 2 недели Попшеница может привести к потерям свыше 2,5 центнеров Это минус 4 тысячи рублей выручки на гектар По ячменю свыше 3 тысячи рублей А это уже снижение рентабельности до 25% Последние дни в республике сложилась дождливая погода И каждый погруженный день на счету Важно провести все работы установленные сроки с соблюдением технологий Алексей в полях с утра до ночи Ему 19 лет, работает помощником комбайнера Пока старший напарник на обеде ведет технику Ведь простой, в уборку невозможен Опыт значительный В поле работает с 11 лет Этим летом закончил обучение в техникуме И никуда уезжать не собирается Здесь, наверное, останусь А что привлекает здесь в работе в Уинском районе? Мне по душе работать на комбайне Поэтому Понятно, а платье-то хорошо Нормально Мне хватит Рабочий полдень, он короткий Обед буквально на ногах Валят меня Спасибо им Спасибо вам большое Да уж что вкладывать надо Я стараюсь, как у себя дома А не так, чтобы там продукты были И все сварила вот на это А я стараюсь что-то там еще прибавить Что-то там еще найти Еще вот так вот Общая площадь пашни зерновых в Татарстане Более 1 миллиона 300 тысяч гектаров Этого хватает и на обеспечение собственных потребностей республики На продажи Но вот цены второй год оптимизма не внушают На складах остаются запасы не только прошлого года, но и позапрошлого Позиция района Не только получение там рентабельности и все остальное У нас сейчас система вообще И фермеры к этому приходят уже Увеличение плодородия, сохранение плодородия Поэтому извескуем, вносим минеральное удобрение Вносим, как Минсихоз рекомендует Стараемся вносить и жидкое удобрение, микроудобрение Всевозможные стимуляторы роста Поэтому себе стоимость, конечно, около Я говорю, а третий класс пшеницы около 10 рублей, наверное Ну, что фуражное, чуть меньше Урожай в этом году ожидают в пределах средних значений А по качеству зерна Подъем пшеницы третьего класса Хлебопекарная для производства муки высшего качества Это уже практически норма И возможность продать подороже Также выйти на экспорт Так почти треть урожая Буинск, один из лидеров производства Отправляет на продажу за границу и в другие регионы Мы в разы выросли по поводу качества Третий класс уже на сегодняшний день Уже все больше и больше То есть из года в год Потому что работают и с наукой И с семенами, и с культурами На сегодняшний день, да, вы правильно заметили Что экспортный потенциал тоже растет Это зерно интересует и зарубежные страны Это Саудовская Аравия То есть на сегодняшний день, допустим, Катар, Иран Египет на сегодняшний день интересуется Именно нашим зерном И в этой области ведут соглашения Ведут уже переговоры То есть есть уже отгрузочные порядки Есть уже в прошлом году отгружали Что касается цен, немного, но выиграли те, кто смог выждать Но сейчас вновь, после завершения большой уборки в южных регионах Опять время ожидания Подсчеты ведут не в рублях И все же в центнерах До пассивных работ, во время пассивных работ у нас цена подскочила Где-то вот успели хозяйство продать Четвертый, пятый класс и за 11 И третий класс за 13,5 Цены были подскочили Но ожидали то, что еще больше поднимется На сегодняшний день где-то Чебоксарский элеватор 13,5 Здесь Буинский с учетом доставки 12,12,500 Никто так на сегодняшний день прогнозировать не сможет Потому что идет уборочная пора Какие виды урожайности будут, какие виды культур Поэтому цену так громко говорить о том, что будет подниматься Или будет снижаться, нет такого урожения Поэтому всегда стабильных цен всегда будут концы урожая То есть когда будет уже в амбарах зерно Когда будет уже понятно, какого она будет качества Какого класса, тогда можно будет уже говорить Лидеры определились уже сейчас практически на старте По традиции это Заинский, Тетюшский, Алькиевский, Спасский районы Буинский, занимающий верхние строчки в этом году Изменил структуру посевных площадей Фермеры отдали предпочтение сахарной свекли Цена стабильная, да и завод тут же Но и тут аграрии опять смотрят в небо Нужен дождь, а на полях зерновыми Тяжелые облака к приостановке работ Дополнительная сушка ведь тоже сокращает прибыль Впрочем, сушильные комплексы в республике в достаточном количестве А для убыстрения уборочных работ Уже начали привлекать механизированные отряды На помощь пришли дополнительно более полутора сотен комбайнов Из регионов, где уборка уже завершена Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, 7 дней Успехи реального сектора экономики Это не только гарантия устойчивого развития Татарстана Стабильное выполнение всех социальных обязательств Перед населением республики Но и возможность полноценно помогать новым территориям России Подшефном, Лисичанску и Рубежному Как мы уже не раз говорили Любая помощь приветствуется и отрадно Что она поступает быстро и своевременно На текущий момент объем гуманитарной помощи Уже превысил 150 тонн и будет расти дальше Благодаря поддержке, которую оказывает наш регион В Лисичанске и в Рубежном Активно продолжаются восстановительные работы Объектов социальной инфраструктуры Жилых домов и идет подготовка к отопительному сезону О том, как республика помогает восстанавливать мирную жизнь В городах ЛНР В материале Алины Сулеймановой и Андрея Ключникова Через всю страну на Донбасс тянутся вереницы большегрузных машин С гуманитарной помощью из Татарстана Собирают ее в разных городах и районах нашей республики Эта хура пришла из Чистополя В Лисичанске мы сегодня привезли гуманитарную помощь Здесь и продукты питания, и средства личной гигиены И хозтовары То есть это все, что необходимо для жизни мирных жителей Которые сегодня проживают в Лисичанске И предприятия, и жители все сплотились Но действительно, это же очень важно и необходимо Сегодня мы понимаем, что без поддержки, без помощи Выжить жителям Лисичанской и вообще Собожденных территорий очень сложно Водители большегрузных машин проезжают больше тысячи километров Чтобы доставить важный груз и доставить его вовремя Примерно в районе 15 тонн Это мой гражданский долг Выполнять такую работу Это надо делать Надо людям помогать Давай еще, еще давай В этих фурах продукты питания, предметы первой необходимости И строительные материалы Все бегут к нам, в городе бомбят Там переезжают, там закрыто, там нет продукции Все у нас, народу тьма тьмущая У нас все вручную Представляете, 20 тонн муки разгрузить И все ребята на своим горбу 20 тонн приехало фуры тоже с Татарстана Вот все стоит, это тоже ваши ребята Чистящая, для посуды, гель для душа Это все необходимое Вот порошок Смотрю, как ремонтируют дома Татарстан все меняет Это просто молодцы, просто Ура! Приехали! А Татарстане здесь знают все И когда пришел Татарстан, буквально в 22-м году Сразу помощь была ощутима Бесконечная, безграничная благодарность Простым людям, людям, которые в Татарстане живут Которые всем сердцем проникаются И хотят помочь нам, жителям Донбасса, Лисичанска в частности Спасибо, низкий поклон Несмотря на частые угрозы, ракетных атак И провокации со стороны вооруженных формирований Украины Ремонтные и строительные работы не останавливаются Благодаря Татарстану мы выживаем И гуманитарная помощь, строим материалы из Татарстана Делаем же крыши, кроем, окна, все же делаем людям Вчера был обстрел в СУ Ложились мины на соседнее КТП К нам Беспилотники вначале пролетели Просмотрели где кто что И начали сюда Это хорошо, солдаты наши молодцы Начали отстреливать этот беспилотник Сбили его Ну выжили, все хорошо, отлично Работаем в этом же режиме, как и работали Стараемся поднимать горы Мы победим в любом случае, в любом раскладе Мы лучшие Благодаря России, Татарстану Строительные материалы и комплектующие для водопроводных сетей Приезжают в Лисичанск из Ленинногорского района республики не первый раз Хочется поблагодарить Здесь людей, вот то, что нас встречают всегда Пытаются и нам помогать Быстро-быстро груз получить Выгрузить его, организовывать Потому что здесь и габаритные грузы возим В то же время, конечно, искренне благодарность жителям своего района Когда говорим, что мы направляемся сюда, в сторону Донбасса И, конечно, жители, бизнесмены, предприятия Каждый откликается и каждый старается чем-то помочь Люди зажигают сами себя вот такой добротой, теплом, наверное, чтобы помочь Понимая, что здесь все, что мы отправляем, это необходимо для жителей Работы идут в режиме нон-стоп И все материалы после выгрузки сразу уходят на строительные объекты Ребята, все, свечи, все, да? Что там еще осталось? Задвижки, отводы, плянцы? С приходом лета в Лисичанске наступил сезон для внешних, ремонтных и строительных работ Особенно активно специалисты занимаются поврежденной кровлей Нам и андулин привезли из Татарстана, и шифер нам привезли из Татарстана И мы с этим работаем До этого у нас в городе на нашем жилфонде не было ни одной кровли, которая была накрыта андулином А сейчас у нас уже есть Впервые современный кровельный материал приехал в Лисичанск именно из Татарстана А ваши специалисты, они когда-то хоть с андулином дело имели? Заимели в конце 22-го года Как только нам привезли первый раз андулин, мы стали учиться, научились, уже набили руку Подобные технологии Украина на Донбассе даже не применяла Это вот она форму принимает, любой формы Около винканалов, дымоходов подгонять, где вот это коньки, угловые вот это часть подгонять, очень удобно Обучать местных строителей приходилось татарстанским специалистам Реально люди не знали, как пользоваться андулином? Да, когда вот те месяца, 5 месяцев на декабре, когда мы привезли, даже вот они бикрос, мягкие кровли, как крылья, как сложить, как ремонтировать крылья Чтобы он не склинился, я так предполагаю, да, друг с другом? Да, 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 в общем объяснили ребятам Шахтер с многолетним стажем Владимир Васильченко после того, как Украина затопила все местные шахты, устроился работать в родной ЖЭК кровельщиком Украина получается сколько лет? До 30, по-моему, или больше, ничего же не строилось в городе вообще, вообще ничего, только ломалось Мама отработала на судовом заводе 37 лет вредного стажу, нету завода, НПЗ, не знаю, разобрали или нет, два стекольных нету, ну, короче, нету ничего, шахты затопили они и вот такая вот жизнь Ну, что, выжили-то и выжили, слава Богу, спасибо Татарстану Все материалы на объекте из Татарстана, работы много, город остался разрушенным после ракетных атак в СУ Такое творилось, люди не выходили с домов вообще, они не люди просто, просто не люди И теперь вместе с Татарстаном, восстанавливая дома в родном городе, Владимир Васильченко знает, что в деле, которым занят, огромный смысл И никто, ни что, этому помешать уже не сможет Вы слышите, прилеты идут, все равно продолжаются какие-то вражеские атаки, провокации Ну, все равно работаем, уже устали бояться, во-первых, вот так, ну, работать-то надо, люди же не будут страдать Вот, не дай Бог, дождь пошел, все, по пять, квартира в воде и все, надо работать, я думаю, восстановим город Алина Сулейманова, Андрей Ключников, 7 дней Ой, какое крепкое рукопожатие Спасибо Мы продолжим программу через пару минут, смотрите далее Благодаря помощи благотворителя организованы такие большие священные дела Мы сейчас пришли, как раз удивились, то есть свежий асфальт, все здесь подобрали, стало очень красиво и хорошо Ново-Татарское, новый облик знаменитого кладбища Вопросы сотрудничества в сфере науки и культуры Рустам Миниханов обсудил с главой семинарии, членом Совета экспертов и Совета стражей Конституции Ирана Али Резой Арафи Встреча прошла в доме правительства Гость прибыл в республику для участия в международной конференции «Духовный шелковый путь» С президентом Сенегальской группы компании СИФИ Абдерахманом Ндиае встретился Рустам Миниханов Приветствую гостей, он отметил сотрудничество России с африканскими государствами развивается конструктивно И Татарстан заинтересован в расширении связи с Сенегалом Разработка стратегии пространственного развития страны, трансформации системы высшего образования и главные тезисы законопроекта о нотариальной деятельности Эси и другие вопросы рассмотрел президиум законодателей России В заседании в режиме видеосвязи принял участие Фарид Мухаммедшин Рустам Миниханов встретился в Кремле с хакимом Бухарской области республики Узбекистан Батиром Зариповым Делегация прибыла в Татарстан ознакомиться с экономическим и промышленным потенциалом Подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма и между торгово-промышленными палатами Татарстана и Бухарской области Рустам Миниханов также встретился с председателем управления по делам ислама и вакфов Арабских Эмиратов Умаром Хабтур Дрии и ректором гуманитарного университета Халифом Мубараком Аль-Захири Они прибыли для участия в международной конференции «Духовный шелковый путь» Рустам Миниханов дал ряд поручений по вопросам качественного обеспечения пребывания детей в летних лагерях на совещании в Доме правительства Раис напомнил, что в период летних каникул в республике идет оздоровительная кампания Сегодня более 17 тысяч детей находятся в летних оздоровительных лагерях Это большое количество и обеспечить их качественное пребывание в лагерях и их безопасность Это наша с вами задача подчеркнула Раиса Республики Продолжаем программу «Семь дней» Духовное единство России, послание миру под таким названием с глубоким смыслом в Свиярске Прошел фестиваль народов России, в котором принял участие государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев Цель и задача показать богатейшее культурное наследство русского и татарского народов Поэтому стартовал фестиваль на островграде Свиярске в месте, который считается символом православной культуры А продолжение будет в Великом Болгаре, татарстанской мусульманской Мекке В Свиярске приехали самобытные фолк-ансамбли из России, Эстонии и Сербии Музыканты исполнили народные русские песни в традиционной и современной манере А мастера рукоделия, ремесленники, фольклористы показали гостям фестиваля всю многогранность русской культуры В период с 16 по 21 столетия Диляра Юсупова о празднике духовного возрождения Столько гостей Свиярск не видел давно Почти 500 участников, 35 тысяч гостей Каждый день фестиваля рассчитан по минутам Старинные игры, русские забавы, фольклорные традиции Буквально каждый смог примерить на себя образ героя народной русской сказки И стать частью обрядов, которые передавались из поколения в поколение Дети вместе с родителями делали по образцам как раз-таки Обязательно должно быть древо жизни по центру, на кокошнике И должны быть птицы Мастерицы это делали у нас бисером, золотым, серебряным шитьем А мы, конечно, уже делаем такую имитацию Все начинается с центральной площади Острого Града, с Рождественской И именно здесь состоялась торжественная церемония открытия фестиваля Воронеж, Владимир, Москва, Казань, Самара, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ешкар-Ала Коллективы сменяли друг друга Эстафету у гусляров принимали хоры За хорами следовали фольклорные выступления, за ними гармонь Фактически это все посвящено тому, чтобы познакомить тех, кто, может быть, впервые пришел на эту площадку С народной культурой и с тем, что это не скучно, а очень интересно На фестиваль приехал и Ментимер Шаймиев Лично обошел все праздничные площадки Задержался у младших гостей фестиваля Юных шахматистов и участников песенных коллективов Спасибо вам, что, несмотря на и на погоду Может, и на погоду Вот так собрались, чтобы увидеться Посмотреть друг в другу в глаза Что мы в состоянии друг друга понять Жить дружно Здравствовать Творить Полюбить друг друга И родную землю Спасибо вам, рахмат Ментимер Шарипович напомнил, что в прошлом году музей Свияжска посетили более полутора миллионов человек Сам фестиваль «Духовное единство России. Послание миру» было решено провести именно в Татарстане На двух совершенно разных, но объединенных общей историей и духовностью землях В православном острове Граде Свияжске и в древнем городе Болгар Три дня посвящены трем разным периодам, чтобы познакомить присутствующих с историей Невероятная, конечно, миссия у фестиваля Возвращение культурных традиций на эту землю Создание на базе той истории культуры, новой истории Следующая точка – древний памятник культуры Никольская церковь Свияжского монастыря Отреставрированная благодаря фонду Возрождения Обратили внимание, что вот именно в 21 веке очень хорошо стала развиваться реконструкция всего То есть поддерживает, все восстанавливается, реконструируется Впечатления вообще как бы это неизбываемо Три дня не смолкали ансамбли, старинные музыкальные инструменты Не затихали театральные постановки и мастерские ремесленников А уже 16 августа и тоже на три дня фестиваль развернется на земле древнего города Болгар Но уже с совсем другой, но тоже уникальной программой Диляра Юсупова, семь дней Продолжение фестиваля, как мы уже сказали, будет С 16 по 18 августа в музее-заповеднике Великий Болгар На территории которого пройдет и показ полюбившейся зрителям оперы Карапулат И многое другое А наша программа, конечно, обо всем расскажет и покажет Очень хочется верить, что наши святыни, Болгар и Свияжск Скоро приедут посмотреть после победы наши парни с передовой Которые через наших военкоров шлют всем нам пламенный привет Там, на Донбассе, наши бойцы проявляют себя героически Наша съемочная группа смогла своими глазами увидеть процесс подготовки бойцов К предстоящим штурмам и отработку тактики ведения боя Нештатный боец одного из наших полков из Татарстана Бездомная овчарка по кличке Муха, прибившаяся около года назад к нашим парням Судя по всему, сбежала из расположения противника Несмотря на немецкое происхождение, образ жизни бойцов ВСУ с идеологией Третьего Рейха Пес, видимо, не разделял, потому что умный Был голоден, думали, что не выживет, но парни его выходили Домашняя еда и забота спасли, как показало время, надежного и преданного друга Настолько преданного, что в бой ходят со всеми наравне, прикрывая спины своих новых друзей Таких историй на передовой много, пожалуй, нигде не увидишь такого обилия домашних животных, как здесь Кошки, собаки, где-то, по рассказам парней, хомяки, которых спасли с горящего дома Стали неотъемлемой частью этого страшного мира Мира, называемый фронтом Находились закреплены в линии обороны Сватовское направление, определенный участок, в котором мы находились в обороне После Сватовского направления перешли уже в направление, в Авдейское направление Значит, уже принимали участие непосредственно в штурмах, непосредственно в закрепах Прошли большую школу, военную подготовку, боевую подготовку Непосредственно уже находились и в Авдеевке, и за Авдеевке, и Степолом, Бердычах, Очеретино и дальше Редкие часы отдыха Но для парней, вышедших с передовой на ротацию, увы, этот отдых не сулит долгий сон или время на личные дела Командиры не дают расслабляться С утра пробежка, завтрак и на полигон Чуть ли не на целый день Бойцы штурмовых групп, от успешных действий которых зависит продвижение линии фронта До автоматизма отрабатывают тактическое взаимодействие друг с другом Завет великого полководца Александра Суворова о том, что тяжело в учении и легко в бою никто не отменял Каждый раз делаешь ошибки, мелочь, но ошибка есть Не туда повернулся, не туда посмотрел И каждый день навык нужно обрабатывать Помимо физической подготовки И тактика нужна Когда ты идешь, например, на выполнение боевого задания, ты уже знаешь, с кем ты идешь И ты уже знаешь, кто пойдет вперед, кто может испугаться, может остановиться У кого-то может шок, а ты, когда уже слажение прошел, ты уже знаешь, что человек с тобой пойдет, что он тебя не кинет Когда ты идешь уже вперед, ты знаешь, что у тебя слева либо справа, ты уже знаешь, что идет И ты знаешь, что всегда у тебя кто-то там есть То есть ты уже под прикрытием и все Тогда уже более спокойно, уже уверенно можешь выполнять свои боевые задания Временно исполняющий обязанности заместителя командира взвода с позывным Галим только пришел из отпуска после ранения Он один из всех героев, боевые схватки которых в виде отчеток Министерства обороны показывают с высоты полета квадрокоптера, который следит за полем боя Галим в декабре 23-го в составе своей группы штурмовал бастионы Авдеевских дач Кто не знает, это был самый укрепленный район обороны противника, где каждый метр земли таил опасность К счастью, был. Нашим парням приходилось импровизировать, чтобы взять в итоге всю Авдеевку В одной из схваток Галим был ранен Когда начал я стрелять, хотел сделать прострел именно в эту убойницу И в это время противник тоже начал стрелять, получается, он вывел из строя меня автомат И от автомата осколки попали мне в руку Если бы в руку не попались, мне рука так именно не стояла, попало бы все в лицо Вот, получилось так Вот, после этого начал отводить свою группу Остатки группы были два тяжелых, один был с ногой, другой с рукой и один нормальный Вывели группу, попали в госпиталь Мы принимали участие по штурму Авдеев в составе группировки ДНР По итогам которого, да, оценку дал командующий группировки, это генерал полковник Мерзвичев Сказал, что татары хорошо воюют В результате это самая наивысшая оценка нашим действиям Но при всем своем героизме не каждый может рассказать о своих подвигах То, с чем сталкиваются наши парни здесь, тяжело вспоминать Давайте я не буду это рассказывать Бойцов этого полка из Татарстана по передовой помотало знатно По словам комбата с позывным луч, наши парни делали невозможное Да и вообще, если бы не находчивость и бесстрашие любого бойца, находящегося сегодня на передовой Вряд ли бы наши войска сегодня занимали эти рубежи Это Бердычи, это Петровская Бердычи Самое для нас, потому что мы пережили, как бы, самые тяжелые бои были Потому что это было зимой, зеленки нет, лесов нет Это открытая местность И передвигаться было очень, ну, высокий риск, потому что фипи ведроны То есть, постоянно в воздухе разведчики и фипи ведрон Как бы, вот поэтому Это самое для нас, я думаю, трудное было И Шурмовдеевки Современные историки эту специальную военную операцию Уже осторожно сравнивают с Великой Отечественной войной После нее не было страшнее военных конфликтов, чем этот Причем сценарий тот же самый Западные страны в их желании заполучить наши ресурсы Инструмент агрессии в этом веке таковой стала Украина С взращенной идеологией нацизма, и наша страна вновь вынужденная защищаться И снова мы видим на полях сражений героизм наших парней Которые каждые сто лет осаживали и осаживают строптивого врага Стремящегося разрушить их мир Когда дело касается дома и родных, наши парни страшны в гневе Пацаны у нас просто сильные духом, молодцы вообще За своих пацанов я готов вот в лес и в воду и огонь пойти Они вообще молодцы, у нас нету там ни сакунов, ничего Уже ребята проверенные боевым опытом, уже ребята прошли, которые огонь и воду Скажу, что за ребят вообще горой Это уже проверенные ребята, с кем не страшно идти в бой И выполнять любые поставленные боевые задачи Чистокровный немец Муха тоже ополчился против бывших хозяев Почувствовал нелатное в их головах Он далек от хода истории, разворачивающийся на его умных глазах Но зато даже он понимает, где хорошо, а где плохо И хорошее он готов защищать ценой своей жизни Ленар Валиулов, Булат Абдульманов, 7 дней Хорошо известно, что люди живы до тех пор, пока о них помнят И в этом плане состояние кладбища – один из показателей состоятельности города, его благополучия К сожалению, не все захоронения даже в Казани имели и до сих пор имеют удовлетворительный вид И тем более сердце кровью обливалось, когда самое знаменитое кладбище, где похоронены выдающиеся татары Можно просто перечислять имена и фамилии Все поймут, о ком речь Габдула Тукай, Шагобудин Марджани, Фатих Амирхан, Салик Сайдашев, братья Юнусовы, Апанаевы, Утямышевы, Галимжан Боруди, Хусейн Ямашев, Марсель Салимжанов, Альфия Авзалова, Ильхам Шакиров и другие По сути, здесь покоится вся элита татарского общества Выдающиеся деятели культуры и науки, государственные и общественные деятели И в течение последних 30 лет самое известное татарское кладбище не знало ни ремонта, ни серьезного благоустройства Соответственно, даже когда общественники и духовенство били тревогу, все понимали, решение вопроса затруднительно, так как потребует огромных сил и затрат А сейчас о приятном Такой меценат нашелся, который выполнил работу не только в сжатые сроки, но и с отличным качеством Результат оценили как общественники, представители мусульманского духовенства, так и сами казанцы К ним присоединилась и Диляра Юсупова Очень редко можно найти погост, чья история насчитывает уже более двух столетий Но в татарскому кладбище почти 300 Среди надгробий сконцентрировались тысячи судеб, легенд и чудес В это скорбное место ежегодно приходят тысячи туристов История кладбища вбирает в себя истории человеческие, где-то легендарные Вот могила Великого Тукая, чуть дальше Марджани и Каю Масыри Культурное наследие татарского народа, куда народная тропа никогда не зарастала Но если говорить буквально, еще недавно пробраться до могил было не всегда возможно Дороги не ремонтировались около 30 лет Старый слой асфальта, покосившиеся бордюры, затопленные зоны Немножко стыдно было за внешний вид этого асфальта Почти 30 лет назад его положили, вы сами представляете, за 30 лет с асфальтом что может быть Прошлой осенью Аллах Тагаля нам прислал этого благотворителя Который сам вышел на нас и изъявил желание облагородить наше кладбище Постелить новый асфальт Первый посыл был до Габдуллы Тукая и до Марджани Вся история началась с того, что генеральный директор ТНВ Шатаминов привел их ко мне в кабинет И для меня это было, я думаю, шутит, что ли, мы хотим сделать Ну я думаю, может небольшую там аллейку хотят, спонсорскую помощь Нет, мы хотим полностью заасфальтировать центральную аллею Все на средства благотворителя Меценат компании ТАИФСТ взялся не только за ремонт дороги Изменение заметность порога При входе нас встречают камеры Их отслеживает администрация кладбища Защита от вандалов и нарушителей В здании появилась благоустроенная молельная комната Заработал громкоговоритель Он нужен для информационных объявлений и для посетителей Выглядит довольно просто, но это не так Благоустроили 4,5 тысячи квадратных метров И это в основном, конечно, дороги Обратите внимание, что на кладбище очень много вот таких вот узких аллей Которые практически примыкают к захоронениям Чтобы их не потревожить, копать приходилось с ювелирной точностью Все обрамлено бортовым камнем Все это работалось на действующем кладбище В очень стесненных, стесненных, максимально стесненных условиях Но люди, которые участвовали в этом процессе Понимая, что этот объект значит для окружающих Для людей, для жителей Казани С этими трудностями справлялись легко И все благополучно было закончено И в сроке, и с соответствующим качеством Учитывая стесненные условия на кладбище То, что постоянно посетители ходят Было принято решение сроки максимально сократить Для этого было задействовано 4 полноценных бригады В общей сложности 58 человек Задействованы 22 единицы техники Работы продолжались полноценные в две смены Были сложности именно в посещении Потому что, сам удивился, люди посещают каждый день Очень много людей, да И чтобы создать им условия, чтобы не преграждать проходы Приходилось делаешь, убираешь, делаешь, убираешь Чтобы люди всегда ходили Все работы велись в присутствии посетителей Кладбище не закрывали ни на день Работы прошли в краткие сроки Завершились за полтора месяца Появились новые дополнительные контейнеры для мусора Вот эта зона была вся подтоплена и захламлена Об этом помнят частые гости этого места Гульнара Исламшина как раз из таких У нее здесь похоронен отец Подойти к месту было достаточно проблематично Еще год назад Теперь у могилы есть отдельный островок Будто специально созданный для нее Ранее эта территория постоянно подвергалась затоплением Что было достаточно небезопасно для посещающих Сейчас, как вы видите, земля полностью выровнена, осушена Также вдоль аллей установлены очень удобные лавочки Поскольку основная часть посетителей кладбища Это старшие поколения И вот это, я думаю, очень хорошее условие для них Поскольку посещающие могут отдохнуть И не только отдохнуть, но также сесть и помолиться Было неприглядно, мусорные бальки стояли Вот мы сейчас пришли, как раз удивились То есть свежий асфальт, все здесь подобрали Стало очень красиво и хорошо Кладбище это последнее уже место, которое приходит человек Поэтому, когда люди вот этому все-таки посвящают Свое время, свои заработанные средства Это очень хорошо Им, конечно, большое спасибо И главное ведь это прошедшим и будущим Понимаете, это место такое 25 гектаров и 60 тысяч могил История кладбища началась еще в 18 веке В полной мере его стали использовать в начале 19 столетия На нем хоронили как жителей стартатарской слободы Так и новотатарской Сейчас это поистине часть культурного среза И достояние республики Своеобразная встреча с творческими и государственными деятелями О некоторых из которых читали лишь в книгах Рядом с нами могила Шахабадина Маджани Это известный исламский ученый, признанный во всем мире Также в этом кладбище у нас похоронено очень много хазратов Духовных лидеров, первые муфти России Наши духовные наставники, учителя Такое священное место, намоленное место, скажем Благодаря помощи благотворителя Организованы такие большие священные дела Духовные дела, которые останутся после нас После него, скажем, нашим детям, внукам Место, где люди могут приходить сейчас Вот по чистым, ухоженным дорогам Ухоженным аллеям Приезжать, навещать Тесный погост, сдавящий атмосферу Это то, к чему мы привыкли Похоронная культура достаточно устойчива Традиционно в своих формах, если не сказать консервативно Ново-татарское кладбище Сегодня разрушает стереотипы Это уход от привычного, старого Но сохранившая традицию Теперь наглядно видно, как это может выглядеть Принципиально иначе, при этом с соблюдением Религиозных канонов Ведь кладбище – это не только место Упокоения мертвых Это и место успокоения живых Диляры Супова, Тимур Бекмурзин Андрей Ключников, Влад Поташников Семь дней На этом у нас все Всем наилучшие пожелания Встретимся через неделю До свидания Здравствуйте, Исян Миссис На предстоящей неделе в Татарстане погода будет неустойчивой Сейчас подробнее По данным сервиса Яндекс.Погода На северо-востоке Татарстана в начале недели будет пасмурно Местами пройдут дожди В середине недели ожидается прояснение В пятницу снова дождь Температура тоже будет меняться От 18 градусов в начале недели До 24 градусов в конце Ночью от 12 до 16 градусов тепла На юго-востоке дождевых дней будет больше Неделя начнется с осадков В среду прояснение В четверг и пятницу снова дожди Солнце появятся лишь на выходные Что касается температуры В первый день она составит 16 градусов В завершении повысится до 23 Ночью будет плюс 12-14 В центре республики Солнечных дней будет намного больше Дождей по предварительным прогнозам не ожидается Температура довольно комфортная От 20 до 25 градусов тепла днем И от 13 до 15 ночью На юго-западе Татарстана днем еще теплее От 22 до 25 градусов Дождь обещают только в пятницу В остальные дни будет переменная облачность Ночью от 13 до 16 На северо-западе республики и в столице Татарстана Дождь возможен в первый день недели Дальше без осадков Воздух прогреется от 20 до 25 градусов тепла Ночные температуры составят от 13 до 17 градусов Это все о погоде на ближайшие 7 дней Наступает третий месяц лета Пусть он принесет вам много положительных эмоций Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»